Приветствую вас, мои дорогие! Вы на канале Жанны Фетисовой. Это мой проект «Использовать по максимуму до конца 2018 года», в котором было множество продуктов, в том числе уходовые некоторые средства, но в основном сыворотки про макияж. И сейчас вы видите перед собой те средства, которые у меня закончились. Давайте вначале расскажу о них, а потом уже мы перейдем с вами к каким-то заменам. Это все уходовые средства из моего проекта «Project Pen» использовать по максимуму до конца 2018 года. И опять же, я делюсь с вами только теми, в которых есть прогресс. Если бы я не взяла вот эти сыворотки в свой проект «Project Pen» использовать до конца 2018 года, то я бы их вообще не использовала. Это то ли корейские, то ли китайские сыворотки, которые я заказывала с Алиэкспресс. В общем, тут даже непонятно, кто их произвел, но сыворотки неплохие, они увлажняющие. Две закончились из пяти, я считаю, это очень даже хорошо, учитывая то, что у меня довольно много сывороток уже открытых в использовании, большего объема. Гель вот такой вот стопроцентный, вот Алоэ Верон, поскольку он с распылителем, наносил его в качестве закрепителя для макияжа, что, собственно, и рекомендует производитель. То есть он может быть увлажнителем, он может быть закрепителем. Он гениально впитывается и дает такой немножко матовый финиш, интересный очень гель. Но это просто вот чистый Алоэ. Думаю, что, в принципе, можно перенести в тубы и просто гель. Не знаю, попробуйте, кому хочется проэкспериментировать. Но у меня, к сожалению, к огромному, перестал работать вот этот вот разбрызгиватель, этот пульверизатор. Мне придется использовать этот гель не как закрепление для макияжа теперь, а в качестве просто увлажнителя на тело, возможно, на зону декольте. Посмотрим, но, по крайней мере, он у меня уже вот заканчивается. Теперь мне нужен новый закрепитель для макияжа. Я буду использовать вот такой от Эльфа. Вношу его сейчас в свой проект. Как вы поняли уже, да, на место закончившихся средств, которые вышли из строя, я вношу новый и сразу же показываю вам. Не ложится каплями на лицо. Я знаю, что многим-многим он нравится. И девочки с жирной кожей его именно используют. Но мне он нужен просто для закрепления макияжа совсем такого легкого. И он еще такой увлажняющий немножечко. Есть, по-моему, в Эльф и матирующий кожу. Вот такие вот средства. Посмотрите, пожалуйста, на сайте iHerb. Опять же, вам повторяю, там очень-очень бюджетная косметика. И вот это, собственно, очень бюджетная американская косметика. Это все средства для губ из моего проекта. Разберем некоторые, в которых наметился прогресс. Блеск от Лимани у меня закончился. Я показывала вам в своем апдейте, что я сделала уже ему замену. Так как я очень люблю блески. Вот такие вот полупрозрачные, которые хорошенько увлажняют губы. Поскольку губы у меня довольно часто сохнут. И сейчас я покажу, на что я его заменила. Я уже сейчас хочу избавиться от этих пустых баночек. Поэтому последний раз вам их показываю. Вот с чего я начинала. И, естественно, как вы видите, уже баночка пустая. Два блеска от Риммель и один от Диваж. Абсолютно прозрачный блеск от Риммель. Очень хорошо, кстати говоря, увлажняет. Как вы видите, мне удалось продвинуться с этой границы вот сюда. То есть сейчас его осталось примерно половинка. Ну, даже может быть чуть меньше. Я думаю, что очень скоро он у меня уйдет. Видите, он слегка окрашивается. Если наносишь его на какую-то другую цветную помаду, то все-таки на кисточку, на спонжик этот попадает другой цвет. И вот эти блески, к сожалению, к концу своему использования, вы видите, тут уже немного осталось, да, приобретают цвет той помады, которую вы наносите. И следующий блеск тоже очень нюдовый. Он у меня чуть меньше движется, потому что я сосредоточилась на предыдущем. Все-таки какой-то прогресс есть, как вы видите. Первая и вторая. Он уже подходит к концу отметочки. И все-таки имеет оттенок такой вот полупрозрачный, нюдовый, но все-таки имеет оттенок. Много его мне лично наносить нельзя с моими яркими губами, натуральными, да, потому что он начинает на них полосить просто. Как и вот эта вот лаковая помада от Эволайн, при большом количестве его на моих ярких губах, они, конечно, начинают полосить, поэтому я аккуратно с ними, они немножко светлее, чем мои губы. И вот такой вот металлический блеск от Диваж, ну, да, скорее всего, это блеск. Все-таки Crystal Shine. Как-то немного отвыкла я вот от этого металлического, такого серебристого блеска. Видите, он дуохромит при определенном свете. Но и все-таки я пытаюсь, конечно, его использовать. Видите, что-то уже продвигается. Еще помада от Dior. Очень долго она у меня уходит. Очень, потому что она мне подсушивает губы немножко. Она красивого такого вот, видите, нюдового оттенка. Очень приятного. Вроде бы подходит под все практически макияжа. Ну, и вот видите, немного у меня и осталось. И как-то медленно она у меня уходит. Прямо миллиметриками какими-то. Но думаю, что все-таки Dior, конечно, выбрасывать жалко. Буду ее использовать, наверное, на бальзам для губ. Сверху блеск какой-то наносить. Возможно, от Rimmel, который вам только что показывала. Прозрачный абсолютно. Буду к ней как-то подстраиваться. Вот осталось совсем немножко. Она у меня лежит в косметичке. Стараюсь ее использовать до конца. И последний продукт для губ, о котором мы сегодня с вами говорим, это про L'Inne от Divas. Эта помада у меня закончилась. Вот ее номер. Последние капли для того, чтобы сделать свой. Ничем заменять эту помаду не буду в своем проекте Project Pen. Используюсь по максимуму до конца 2018 года. Просто оставляю ее, выбрасываю. Чему я очень рада. Продуктов для губ, как вы видели, у меня и так довольно много. Все корректирующие средства и кушен, а также мой любимый Circle Concealer от Skin Food. Вот столько его осталось. Он у меня довольно активно используется. Я вставляю вам сейчас фото, с чего я начинала в январе. Я довольно давно его использую. Дочка тоже им пользуется. Хорошего, правильного оттенка для синячков. Этот цвет для венок. Можете также корректировать им любые синие пятна на лице, вплоть до постакне. Очень хороший, правильный цвет. Здесь масла есть, и здесь есть жир лосося. Так что учтите, он будет чуть-чуть пахнуть рыбьим жиром. Приобретала его тоже на iHerb. Очень-очень качественный, хороший консилер, увлажняющий и питательный. Закончился кушен, который мы с вами делали сами. Кому интересно, как сделать кушен собственными руками, вы можете его не покупать. Если у вас есть коробочка, вы можете сделать его сами, если форма кушена вам нравится больше, чем тюбика. У меня уже практически весь высох. Возможно, из-за того, что крышечка у него отвалилась. Поэтому оставляю его, уже выбрасываю и на его место беру новый. Я пишу сроки годности на баночках, чтобы успеть их вовремя использовать. Так что сейчас на его место приходит новый кушен L'Oreal Neutmajic. У меня он в номере 01 Far4. Здесь есть SPF 29, что мне очень нравится. Кушен этот имеет приятный, очень светлый оттенок, который мне прекрасно подходит. Буду использовать его по максимуму теперь в своем проекте. Кстати говоря, в отличие от предыдущего, здесь хорошее качественное зеркало. Это бронзер от Everline. Glam Duck в номере 57. У меня был полностью закончился. Я вам также уже это показывала, но, опять же, для отчетного видео оставила коробочку. Я заменила его на L. Сейчас уже в расходе этого бронзера появился явный, как вы видите, прогресс. Уже даже откалываются кусочки. Придется, наверное, его перепрессовывать. Впрочем, как и предыдущий, я его спрессовала и прекрасно использовала до конца. В январе здесь было всего лишь небольшое отверстие вот в этом квадратике. Я стараюсь набирать бронзер среди вот этих вот темных оттенков, делая как бы вот такой полукруг. И, наверное, больше всего давление попадает именно на этот квадрат, поэтому он быстрее расходовался. Но ничего страшного. Теперь буду вот так кисточкой водить, смешивая все цвета. Он мне очень нравится. Он не сильно заметен. Вот этот шиммер на коже. Хотя, смотрите, какой он металлический вроде бы прям, да, прям как хайлайтерный, кажется, в палеточке и на пальчиках присвочи. Однако на коже он таким не кажется совершенно. Он очень естественный. Я показывала вам его в своих макияжах. Посмотрите, пожалуйста. Оставлю вам вот здесь вот ссылочку. Я с удовольствием использую этот бронзер до конца, как я думаю. Точно так же, как и предыдущий от Эвлайн. Он мне очень-очень нравится. Придает такой очень красивый, деликатный блеск на коже. Следующее, что у меня закончилось, это вот такой вот гель для бровей от Люкс Визаж. Он был прозрачный, но со временем, как вы видите, окрасился в цвет теней для бровей, которые я использовала под него. И он перестал вообще закреплять. Я мучилась с ним долго. Во-первых, не очень удобная, как вы видите, кисточка. Слишком маленькая. На нее налипляется огромное количество средства. Оно, соответственно, стирает ту пудру, которую вы пред этим нанесли. Нужно вначале сделать вот так вот, на руку. Ну, в общем, я показывала вам, как я долго-долго с ним мучилась. В итоге вот эти остаточки вообще перестали закреплять. То есть они просто теперь размазывают. По какой причине, возможно, туда попала пудра и консистенция каким-то образом этого геля изменилась? Не знаю. Напишите. По крайней мере, я считаю, что я использовала его до конца. И уж там совсем подбирать остатки, тем более, которые никак не работают, как закрепляющий гель. Совсем не хочется. Он делает какую-то седину. Вот из-за того, что он покрасился на бровях, дает какой-то непонятный отцвет. В общем, я рада, что я его использовала до конца. И баночку эту выбрасываю. А вместо него сейчас хочу взять полупрозрачный вот такой фиксатер, если я правильно читаю, от Vivienne Sabour. Легкий, легкий, как вы видите, оттенок, на мой взгляд. Кисточка как маленькая, так и совсем огромная. Вот такого плана не очень удобная, но, не знаю, пока еще не активно им пользовалась. Не могу вам сказать точно. Он полный абсолютно, поэтому, я думаю, хватит мне его надолго. Скорее всего, даже и до конца года, возможно, хватит. Кстати говоря, мы с вами и посмотрим, насколько хватает вот такого геля при не очень регулярном использовании. Потому что я не каждый день делаю полный макияж, не каждый день оформляю брови, потому что часто работаю дома. Ставим эксперимент с вами вместе. Этот карандаш я уже собиралась выбросить. Мало того, точно такой же новый карандаш. Я вообще не знала, куда деть. Отдала его дочке, она как-то пытается к нему приспособиться. Она не использует тени, иногда просто делает маленькую стрелочку и все, уходит в колледж. Поэтому ей этого достаточно, он не рисует на тенях. Вот в чем была проблема. Однако цвет, как вы видите, очень-очень красивый, слегка металлический. В общем, на нем и написано. Это серия металлик. Но я пыталась его расплавлять, рисовать каким-то образом, делать его более ярким. Нет, он не сидит, не хочет плавиться, не хочет рисовать. Он тут же застывает, пластифицируется. И я пыталась его использовать без теней. Нет, он расплывается, растекается и не держится без теней, даже на кремовой базе. В общем, приходится сейчас его выбросить. И этот продукт, будем так считать, закончен. И следующий продукт, сейчас объясню, для чего эта баночка. Это тени от Avon Amokalatte. Вот в таком уже состоянии. Сейчас эта коробочка. Светлые кремовые тени, вот их совсем нет. Они закончились у меня. И вместо вот этого светлого оттенка я уже взяла в свой проект и вам их показывала. У Три Луи Про. Сейчас я их уже чуть-чуть, ну, так немножечко хотя бы использовала. Как вы видите, они уже не новые, были абсолютно новые. Это Тон 11. Я закрепляю ими базу. И если наношу в дальнейшем не кремовые, а сухие тени. Этот рефил я отсюда удалила. И я в дальнейшем буду использовать его вот уже из этой баночки, потому что мне неудобно хранить вот такую огромную упаковку ради одного оттенка. Что же случилось вот с этими двумя оттенками? Ну, думаю, что в связи с тем, что эта коробка уже 10 лет живет в моей косметичке и все, никак она не заканчивается, никак она не портилась. Но вот, видимо, случился этот момент торжественный, когда тени просто прекратили переноситься. Вот так они переносятся на пальчик просто, по-моему, неплохо. Но когда накладываешь их уже сверху на припудренную базу, либо просто на базу они накладываются кусками, либо не переносятся вообще. Они как-то так пластифицировались, замыливаются. Я пыталась их отскоблить. И вот так вроде бы они переносятся на пальчик, но, к сожалению, макияж они портят. Пришлось мне два раза умываться, забирать макияж с лица из-за вот этих теней, потому что они переносились пятнами и не хотели ложиться ни на какие другие. Ну что же, видимо, к сожалению, пришел конец этой палетки, жизнь ее закончилась в моей косметичке. Да, честно говоря, я и рада, потому что уже устала пользоваться в течение 10 лет одними и теми же тенями в моей коллекции. Их огромное количество, есть и люксовые, которые ждут своей очереди. Поэтому от этой палеточки я избавляюсь с огромным удовольствием. Для того, чтобы восполнить нехватку коричневых кофейных оттенков, я вношу в этот проект палетку от Герлен. Пыльник полностью оправдывает свое название, все к нему, к этому бархату прилипляется. Палетка выглядит очень-очень красиво. Хорошая палеточка, она довольно давно тоже у меня живет в коллекции, мне ее дарили. Будет, конечно, очень жаль, если я совсем никак ее не использую в прошлом проекте, использовать по максимуму. В 2017 году я уже пыталась ее использовать, и вот что-то, видите, мне удалось. Сегодня я начинаю вот с такого вот результата, да, с небольшого углубления в коричневом и таких легких потертостей на всех остальных оттенках. Так выглядит эта палеточка в свочах на пальчиках. Ну, думаю, что все, в принципе, понятно. Скорее всего, синий у меня так и останется, ну, практически неиспользованным. Однако, по непонятным причинам, его здесь довольно большое количество. Я думаю, что логичнее было бы сделать его меньше, а, скажем, оранжевый больше, да. Скорее всего, именно вот эти вот два цвета, коричневый и такой вот медный, да, я использую с большим удовольствием, собственно. Именно эти цвета у меня и выброшены вместе с палеткой Even, и, как вы видите, они есть в палетке Guerlain, чему я очень рада. Ну, и, возможно, вот этот оранжевый также буду иногда добавлять просто для яркости, может быть, к медному, к коричневому, они неплохо сочетаются. Я делала для вас макияжи в прошлом году с этими оттенками, вам они очень нравились. Ну, синий, конечно, это, видимо, не очень мой цвет, хотя я делала синий макияж, вам тоже он очень нравился, но часто, конечно же, я использовать его не смогу, и, скорее всего, он у меня просто уйдет в корзину. Но вот эти три я хочу использовать по максимуму. Итак, это все средства, тени, база, средства для бровей, которые находятся в моем проекте сейчас. Туши для ресниц. Одна из них, будем так считать, закончилась, потому что она полностью у меня засохла и уже не работает, несмотря на то, что я, ну, старалась ее, по крайней мере, привести в чувство. Я вам рассказывала, как, и еще две недели после того, как я с ней поработала, немножко поколдовала, посмотрите, пожалуйста, мое видео «Бьюти перерыв. Как спасти засохшую тушь». Она еще две недели прекрасно работала, но, видимо, все, уже ее сработало в паре с этой базой, сверху я ее накладывала, но она уже стала очень сильно сыпаться, и база даже не помогает. Базы еще много, ну и, казалось бы, две туши в проекте, может заменить ее Wet n Wild, но нет, к сожалению, нет. А Get Big Lashes делала пушистыми, но более-менее давала какой-то объем. А вот эту тушь Wet n Wild я все-таки использую для нижних ресничек, потому что она прям очень-очень жидкая, но она уже тоже как-то чуть-чуть, знаете, начинает подсыпаться, возможно, ее срок годности тоже уже скоро подойдет к концу. Небольшая, очень удобная кисточка, я люблю такие, как раз для нижних ресничек прекрасно подходят. Но вот это уже точно я выбрасываю. И сейчас вместо вот этой туши хочу использовать от Belle тушь, она наиболее старая в моей коллекции, давно уже довольно находится. Secret Tail ее название, если я правильно читаю, очень бликует, извините. Обычная кисточка, как вы видите, она небольшая, я не люблю слишком огромные, иногда они пачкают. Но и слишком маленькие не люблю, так что, ну, вот этот вариант для меня такой более-менее удобный. И буду далее использовать ее до конца в сочетании вот с этой базой от Everline на верхней ресничке, а на нижней останется Wet n Wild. Ну и, конечно же, в проекте есть еще продукты, однако, поскольку в них не достигнут ощутимый какой-то результат, части использования я о подробнее о них вам рассказывать не буду. Все продукты, которые я хотела вам сегодня показать, что изменилось, какой прогресс достигнут в их использовании, а также какие произошли замены и почему. Ну и если что-то будет заканчиваться, чему я тоже буду рада, в принципе, потому что косметики у меня довольно много, я, конечно же, буду держать вас в курсе. Спасибо большое, что вы были со мной, я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok